Не только боксеры активно готовятся к соревнованиям, любители спорта также активно их ждут. В каких спортивных мероприятиях можно будет поучаствовать в августе и что будет проходить в День города? Мы спросим у Игоря Перемоты, начальника управления по физической культуре, спорту и туризму. Игорь Викторович, здравствуйте! Август месяц спортивный, много мероприятий проходит, посвященных Дню города. Расскажите, какие будут мероприятия до 25 августа? Здравствуйте! Проходили мероприятия следующего плана. Четвертого фестиваля на стадионе с дюшер номер один, переулок свободы 2, проходил фестиваль ГТУ. Прошел он при прекрасной погоде, было очень много людей. И что порадовало, это были люди, именно не профессионально занимающиеся спортом. Фестиваль прошел на очень хорошем уровне. Большой процент заведенных именно на золотые, бронзовые и серебряные значки. И мы надеемся, что этот показатель будет очень высоким в плане до сдачи и последующей хорошей процентовкой. 8 августа проходило следующее мероприятие. Это чемпионат области по армспорту среди лиц с ограниченными возможностями. Проводилось это все в фойе ДК Кирова. 11 августа будет проводиться летний фестиваль. Среди людей также с ограниченными возможностями. Там будет довольно большое количество участников, ожидается более 100. Также 11 августа на стадионе Химик будет проводиться Кубок Гиппократа по футболу. Это играют медработники. Что касаемо до 25 августа. По 25 августа непосредственно у нас очень большое количество мероприятий. Как раз про День города поговорим. 25 августа на стадионе Химик будет достаточно большая программа объемная спортивная. Совершенно верно. В эту программу включаются эстафета Папа, моя спортивная семья, эстафета Гномики и Копейская миля. Это Кросс. Стараемся подойти с хорошей культурно-массовой программой, чтобы это был праздник для людей, чтобы им понравилось. Конечно же очень много будет зависеть от погоды. То есть интересно будет прийти на мероприятие в День города и тем, кто не участвует? Конечно, просто посмотреть. Мы постараемся сделать небольшое красочное шоу, чтобы это, конечно, не было растянуто, но это было зрелищно и интересно для людей. Очень все же надеемся на погоду, когда будет светить солнце, не будет идти дождя. Потому что дождь, он значительно сокращает число зрителей и желающих участвовать в мероприятиях, потому что все-таки в солнечную погоду люди любят мероприятия больше, нежели в дождливую. Если будет дождь, мероприятия не будут отменяться? Мероприятия не будут отменяться в любом случае, потому что они приурочены к Дню города. Конечно, ни в коем случае они будут отменены, они будут проводиться. Также будет проводиться велогонка Критериум, она будет проводиться по дорогам города 25 августа в 11.00. Ориентировочный старт. Ожидается 150 участников. 21 день приезда, 22-25 пройдет турнир по боксу. Среди мальчиков 2003-2004 годов рождения подтвержденно приезжают спортсмены из Казахстана. Ожидается спортсмены из Москвы. В афишу Дня города также попал мотокросс. Он будет проводиться на стадионе по техническим видам спорта, улица Борьбы, 14. Также в День города? Да, это будет все проводиться в День города. И будут еще 26 августа, уже после Дня города, если мы осветим полностью всю программу, что у нас будет в августе, еще будут проводиться региональные соревнования по конному спорту. Планируется участие 60 пар, это 60 человек, 60 лошадей. Из городов Южного Урала, Золотовос, Магитогорск, Челябинск. По адресу поселок Советов 20А-20, начало в 11.00. Что касается эстафеты «Мама, папа, я, спортивная семья», который в День города будет проходить, заявлены ли уже какие-то участники или, может быть, семьи, которые хотят еще поучаствовать? В настоящий момент идет сбор заявок. Пока рано говорить, он предварителен. Но я думаю, что это событие вызовет большой интерес среди жителей города и соберет большое количество участников. Там могут участвовать абсолютно любые семьи или именно спортсмены? Вот в первой группе участвуют родители и дети, дети которых непосредственно находятся и обучаются в садиках. По второй подгруппе эстафета будет проводиться по стадиону «Химик» по этапам. И там уже могут участвовать все семьи, которые желают участвовать. Только для этого нужна подтвержденная заявка и допуск от врача. Это обязательные условия на папу, на маму и на детей. Как можно подать заявку на участие? В любое время. Улица Борьбы 14, телефон 747-61. Спортсмены из Копейска в августе наверняка будут принимать участие и не только в городских мероприятиях, но и в областных, региональных. Расскажите о них подробнее. Да, конечно. У нас очень много спортсменов выступает. И на первенстве России будет выступать. В частности, это и вело-школа, и спортсмены, которые я уже озвучил. Турнир будет проходить чуть раньше. Турнир по боксу 25 августа, именно к дню города, приурочены финалы. А само мероприятие будет немножечко сдвинуто. Оно будет проходить с 22 по 24. В частности, что касаемо выступлений на международной арене, сейчас воспитанник с дюшер-1 по лёгкой атлетике Тимур Моргунов находится на чемпионате Европы, где мы надеемся, что он очень успешно выступит и защитит честь города Копейска на очень высоком уровне. Игорь Викторович, спасибо. Гостем нашей студии сегодня был Игорь Перемота, начальник управления физической культуры, спорта и туризма. Продолжение следует...